ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, я, ты нервы не к черту, и жизнь как скандал Организм бросит спорта, но ты безумно устал И если ебло, то ебло, хоть начни сураган И если тело захотело прилечь на диван Я подскажу тебе средство, как морская волна Включай телевизор и сбор за 100 на телекране Империя страсти, это твоя передача Империя страсти, такая большая удача Империя страсти, это живая вода Смотри, участвуй, смотри, участвуй Империя страсти, без смерти, всегда Добрый вечер, дорогие друзья Вы пили Империя страсти Мы рады вас приветствовать в очередной раз по телевидению Итак, я приглашаю на сцену наших героев Встречайте, Наталья Наталья! Да? Здравствуйте Здравствуйте Вы волнуетесь? Нет А я волнуюсь Ой Вы знаете почему? Почему? Потому что я вас вижу впервые сейчас И сейчас я, в принципе, покоряюсь Понимаете? Понимаю Вы понимаете, почему я покоряюсь? Нет Я и сам не понимаю, честно говоря Но все равно покоряюсь Практически я уже у ваших, так сказать, рук Как она выглядит потрясающе Можно сойти с ума Итак, дорогие друзья Мы встречаем второго нашего героя Его зовут Роман Прошу вас Не знаю, мы с Наташей здесь уже давно Стойте, не приближайтесь Не приближайтесь Скажите, пожалуйста Как мы смотримся сегодня? Прекрасно А вчера как мы смотрелись? А вчера я вас не видел Вот Это я и хотел узнать Здравствуйте Меня зовут Николай Меня Роман Очень приятно Можно Рома? Да Нужно меня Коля А как тебя в школе называли? Никак Вообще никак? Вообще То есть я могу тебя называть никак? Да Никак Слушай Ты Ооо Наша программа приобретает неожиданный какой-то такой интерес Но, честно говоря, Рома, я не очень готов Я не очень готов, понимаешь? Ну, сейчас я понимаю, что это модно сейчас Что это как бы Сейчас очень такое направление Такое современное, модное Но я как-то Пока, честно говоря, не приготовился Одним словом, я хотел бы, чтобы ты познакомился с нашей героиней Познакомься с ней сейчас Привет, вот так Наташа 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 и Рома Это Наташа, это Рома Прошу вас, занимайте свои места Да, мы начинаем Прежде чем, естественно, мы начнем битву Конечно же, конечно же, наши уникальные расписки Наташенька, это тебе Вот тебе фломастер Ты должна поставить здесь подпись А это, Ромочка, тебе Это тебе Ты должен поставить здесь свою Свой автограф Все очень просто Расписки наши всем известны Все их знают Расписки эти, между прочим, дорогого стоят Для некоторых Я, Роман Сейчас зачитаю ее, с вашего позволения Я, Роман Халяпин Готов раздеться до трусов Очень приятно, Роман Спасибо вам, что вы готовы Это сделать Вот и подпись ваша Но, к сожалению, на самом деле Я уже сказал, что я не очень Вот вы меня когда здесь приобняли Я не очень, честно говоря Как бы Ну, то есть, еще не овладел этой спецификой Поэтому ваша расписка меня волнует не особенно Меня волнует в основном расписка, конечно же, Наташ Которая звучит следующим образом Я, Наталья Шаховцова Готова Раздеваться и раздеваться Раздеваться и раздеваться Так раздеваться Каждый раз раздеваться до трусов Каждый раз То есть, вы обещаете практически? Практически Наташенька, спасибо тебе огромное Ты вот такой честный человек Потрясающий Я думаю, что эта расписка останется со мной Да Да, я буду ее, пожалуй, хранить у себя Потому что, ну, знаешь, всякое в жизни бывает Бывает, знаешь, так поворачивается жизнь, что уже некуда прийти Поэтому я вот так возьму, да, вот так твою расписку И неожиданно могу позвонить тебе в дверь Открыть, сказать Наташка Знаешь, жизнь так повернулась Не могла бы ты раздеться до трусов Вот Я думаю, что ты не сможешь мне отказать Потому что расписка твоя у меня на руках В принципе, мы начинаем Империя страсти Первый тур Первый тур империи с России Наступило время сделать ставки Ставки Извини Роман Ты готов, в принципе, сделать ставку? Или ты хотел бы уступить это право женщине? Уступить Уступить хотел бы? Нет Как бы ты хотел уступить ей? Пусть она сделает выбор А ее нет сейчас здесь? Она уехала, может быть? Кто? Ну, твоя противница Нет Она не слышит нас? Слышит Слышит? Ну, сделай же предложение От которого она не сможет отказаться Сделай ты, Наташ Выбор Это происходит каждый раз Я никак не могу понять, в чем дело Сделай ты, пожалуйста, Наташ Еще две ишенки Еще две ишенки Ага И два куска хлеба И томатный сок один Ты будешь томатной? Ну Буфет Показывай Рома Предположим Ты Идешь По парку В свете солнца И ты проходишь Ну, ты знаешь уже Наша встреча тебе идет Да, Наташа? Ты уже видишь ее И ты так идешь И понимаешь, что жить, в принципе, без этой женщины Ты уже не можешь И не хочешь жить без нее И вообще просто И вдруг неожиданно говоришь ей Ну, сделай же выбор Я прошу тебя Можешь так сделать? Подходи Да Сейчас посмотрим Можешь так сделать? Могу Или другую какую-то версию можете Облегченную А я пришел по парку Не видел Наташу Ой, Наташка Ё-моё Здорово Слушай, ну Сделай выбор за меня А то я опасываю просто Легко Так можешь сделать? Да Ну тебе как по парку? Лучше в задумчивости Увидев Наташу Или в растерянности Торопясь на метро Торопясь Давай, торопясь на метро О, Наташка Сделай выбор, пожалуйста, за меня А то я опаздываю Мне просто некуда А ну, часы посмотри Отлично Что ты ему ответила в этот момент? Мне очень нравится шестой номер Шестой номер Занимай свое место Ей нравится шестой номер Сделай, пожалуйста, так Ручку О, пять предметов Снимет себя проигравший В этом туре Итак, я объявляю Страсть По диктанту Наташа, прошу тебя Займи здесь свое место И ты, Роман Садись сюда тоже Представим себе Что я Президент Фирмы Которая продает медь Я хочу Выбрать себе Секретаря Не знаю, мужчину Или женщину Сейчас буду диктовать А вы будете печатать В течение минуты Кто Кто ошибется Или кто Сделает плохо Или кто вообще ничего Ну что ты прямо тыкаешь Раньше времени Машинку покупал В нашу фирму На последние деньги Аккуратней Хорошо Готовы? Да Готовы Молодцы Итак, я диктую Пешеходов Налюбить Пешеходы Оставляют большую часть человечества Мало того, лучшую его часть Пешеходы создали мир Это они построили города Возвели мотокреты Этажные здания Провели канализацию Водопровод Замостили улицы И осветили их Электрическими лампами Не знаю Не знаю Я бы ничего не напечатал Честно говоря Представляете, нормально А это педагог А это педагог Который очень торопится В школе, знаете Он хоть раньше уйти с урока Быстрее Продиктовал Все Еще время есть у нас, да? Да Они не знают, что печатать, да? Ну хорошо, еще раз Пешеходов надо любить Пешеходы составляют Большую часть человечества Мало того Лучшую его часть Пешеходы создали мир Это они построили города Да-да-да Возвели многоэтажные здания Парабили Канализацию И водопровод Замостили улицы И осветили их Электрическими лампами Все Время вышло Бурные аплодисменты Немедленно сейчас посмотрим Немедленно посмотрим О, прекрасно Прекрасно Читаю То, что написала Наталья Р Шестнадцать пробелов Осв Кавычки Тительская Пробел Пробел Раб Та Для ООО Пеших ООО ДОО Вина Над ООО Винти Винти Растут Осветительные переборы 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 Осветительные переборы Растут Ну а теперь Что написал Роман Настоящий мужчина Жапгат Двести тридцать один пробел Двести тридцать один пробел Пешухо Пешушоды Надо любить Они составляют Составляют Люцшую Люцшую Половину Ну честно говоря Жапг Конечно дорогого стоит Это не то что Р Двадцать пробелов Жапг Это жап Но тем не менее Дорогие друзья Чтобы быть объективным Я могу сказать Что конечно Ни тот Ни другой Осветительные переборы Конечно растут Винти И надо Но и жапг Пешушоды Понимаете Жапг Пешушоды Это тоже шедевр Поэтому мне кажется Никто не выиграл Не проиграл В этом конкурсе ничья И тот и другой Снимают по пять вещей Хоу Итак дорогие друзья Только что закончился В ничью Закончился Первый Тур Нашей сегодняшней игры А сейчас Естественно Второй тур Второй тур империи страсти Пора делать ставки Теперь уже К сожалению Я не смогу вам ничем Помочь Дорогой Роман И не буду заставлять Нашу Дорогую Наташу Просить вас Чтобы вы это сделали Вам придется сделать Это самому Номер Цифра Три Три Не знаю даже Какую рифму Добрать К цифре три Ты все на ум Глупости какие-то Я очень прошу тебя Хотя пожалуй Сделай это Сегодня сам Два 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 предмета Снимет с себя Проигравший И мы начинаем Я объявляю Страсть По одеванию Любимый конкурс Рома Ты будешь одевать Сегодня нашу помощницу Ее зовут Степанида Стеша В костюм Сценаристки Сценаристки Понимаешь? А ты Наташенька Будешь одевать Нашу Нафанаил Его зовут Нафанаил 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 Такое Простое русское имя Соответственно Значит ты одеваешь Его в костюм Охранника Вохр Знаешь? Да Военизированная охрана Вот в этот костюм Ты его одеваешь Кто быстрее И правильнее одеет Тот и победил Приготовились Начали! Уже уложил Сценарист Уже уложил Скажи, пожалуйста Рома Ты случайно не режиссер? Случайно? Нет Не, а просто спросил Просто спросил Может быть Мало ли Ты режиссер Вот Да Не знаешь С чего начать Ага У тебя нет Ни одной знакомой С сценаристки Скажи Я всегда с этого начинаю С сценаристки нету Нету? А поэтессы нет У тебя знакомой? Поэтессы есть Есть? Да Хорошая? Хорошая Класс Ты близко с ней знаком? Далеко Далеко? Да Скажи мне А вот это вот Приходилось тебе делать Когда-нибудь уже Вот то, чем ты сейчас занимаешься? С кем? Ну я не С сценаристкой Ну, с сценаристкой скажем С сценаристкой нет То есть практически Идешь сейчас на ощупь Да В неизведанном Ты сейчас в неизведанном находишься Да? Да Ты спервы Но Судя по твоей уверенности Судя по твоей уверенности Ты не раз уже это делал И не два Как натягивается-то все у тебя Ловко О, Наташенька Скажи, может быть у тебя есть знакомые охранники? Конечно Да? Да Много? Целый год Вот? Я-то думаю, почему так рука твоя набита В смысле одевания В смысле одевания я имею ввиду Да А в каком звании твои товарищи охранники? Куда же ты ее под машину? Она ремонтирует у тебя что-то? Она же сценаристка, мы договаривались Она же не автоследственник в самом деле Ну что ты? Заодно узнал бы, как там ступица Да Да, сценаристка бедная сейчас думает Вот всегда режиссеры руки выкручивают Ой Удивительно Конфуз Конфуз? Да Ну осталось недолго совсем Нам, как говорится, что? Нам, сценаристкам Раз-два, только подпоясаться Да, модель, конечно, нелегкая тебе попалась Дорогой Рома Ну, конечно, и охранник у нас тоже На посту Стоит здоровье время и не теряет То фуражка упадет у него То еще-еще галстук выпивца бывает Ну, может, работать сложно Мало ли кто, ну, захочет уворовать что-нибудь Чтоб не украл никто Стоит на посту Молодец Ну, внешний вид, конечно, такой у него специфический Такое впечатление, что он Долго отдыхал Долго отдыхал О! Я думаю, может быть, закрепить? Закрепить? Если в таком виде, парень, мне сценаристка Придет к режиссеру Ей обеспечена работа Сто процентов Просто сто процентов Она придет Ну, что, скажет мой пуптик Я написал потрясающий сценарий Ну и все, режиссер уже расставил Готово! Потрясающе! Только что на ваших глазах Первый закончила свою деятельность Наша дорогая Наташа Она и выигрывает во втором туре Соответственно, проиграл роман И ему снимать с себя два предмета Поехали! Поехали! Итак, во втором туре проиграл роман И с этим мы переходим К самому главному Итак, империя страсти, третий тур Третий тур Третий тур Империя страсти Пора делать ставки Очередь, естественно, Наташи Наташенька Я хотел бы спросить у вас Какая цифра импонирует вам сейчас В данную секунду больше всего? Цифра четыре Цифра четыре, понятно Цифра четыре, как слышите меня? Хорошо Отлично Цифра четыре Прошу вас Прошу вас Сейчас я приглашу молодого человека Он осмотрит вашу правую ногу На предмет В порядке ли она? Роман Осмотри правую ногу четвертого номера Иди сюда Осмотри, как следует Как следует осматривай Вау Цифра шесть Спасибо, Роман Спасибо, девушки Я могу сказать только одно Итак, третий тур Страсть по ленику Еще раз напоминаю вам, дорогие друзья Что цифра, цифра шесть Сегодня у нас в третьем туре играет Это для пользователей Компьютеров Вист Про гарантийный талон Если вы пропустили Боже мой, неожиданно Итак, в чем состоит задание? Задание просто Очень простое Очень простое задание Стал заговариваться Уже от усталости А что сделаешь? Что сделаешь? Я хотел бы вручить вам Этот совок То есть совок И этот венок То есть веник Ваша задача будет простой С максимальной скоростью Это зеленое ведро В данный момент пустое Вы должны будете Набрать при помощи совка и веника Исключительно Наибольшее количество мячиков Которые разбросаны по полу Дорогая Наташка Понимаете? Конечно Ну великолепно Ставлю ведерочко здесь И я, Роман Ставлю ваше ведро красное Рома Понимаешь? Да Ставлю его здесь Даю вам совок Даю вам веник Желаю вам удачи И начали Так Так Без драки Кстати, я знавал случай Когда одна девушка Веником убила своего мужа Ну это, к сожалению То есть, к счастью К нашей программе Не относится, конечно Но, тем не менее Все-таки На всякий случай Может быть, я Вот Стоп Стоп Ну что ж Я посчитаю сейчас Сейчас я посчитаю Значит, как я понимаю В зеленом ведре Находились мечи Романа А в красном мечи Натальи Да? Да Натальи все равно Ну, в принципе Можно было так поступить Конечно, наоборот На самом деле Вот это Наша Ромка То есть Открывается так дверь Входит жена Ты жена, кстати? Да Входит жена и говорит Ну я вижу Ромка убирался Ну, уже понятно Ромка убирался Как же убирался Ромка? Раз, два, три Четыре, пять, шесть Семь, восемь Девять, десять Одиннадцать Один с мечей Посмотри, я тебя не обманул Случайно Посмотри, так взгляни Сейчас здесь Посмотри, что происходит Ну, чувствуется женская рука Ну, сразу Ну, просто Раз, два, три Четыре, пять Шесть, семь Восемь Девять, десять Один с двенадцать Тренадцать Тринадцать Тринадцать, дорогие друзья Наталья выиграла Только что выиграла И шесть предметов снимает с себя наш герой Роман. Поехали! Я исполняю танец с веником сейчас. Вот и все, дорогие друзья! Вот и все! Практически впервые за всю историю победительницей вот так вот, я имею в виду, в таком виде выходит у нас женщина на нашей игре. Я с большим удовольствием сообщаю, дорогая Наташа, что только что вы выиграли главный приз предоставленный нашим генеральным спонсором уникальный компьютер 21 века. А вам, уважаемый Роман, я вручаю тоже компьютер, только маленький, от нашего спонсора компьютерной фирмы. Небольшой, но практически точно такой же. Поздравляю вас! А впереди у нас суперигра! Поехали! Суперигра «Импедия страсти». Ну, все ее прекрасно знают. Мы завязываем глаза нашим дорогим игрокам, и они вслепую одеваются из тех корзин, которые находятся рядом с ними. С какой целью? Ну, я понимаю, что, конечно же, Наталье это, в принципе, и не интересно сегодня. Какой смысл ей? Она вот так взяла и пошла. Ну, правда, босиком, ничего страшного в этом нет. А вот Роман, его этот праздник, этот чудо-конкурс должен заинтересовать. В связи с тем, что... Я напоминаю, что вещи, которые мы конфискуем у наших игроков, к ним не возвращаются. У нас, Ромочка, очень бедно одета и обута съемочная группа. Поэтому тебе же нужно в чем-то уйти домой, правильно? Итак, я завязываю им глаза, Наташа. Ваши глаза я вам завязываю. Я вам ваши глаза завязываю или есть какие-то другие? Нет, по-моему, ваши. Свои я завязываю? Черт, я перепутал, извините. Итак, итак, не больно вам? Нет. Прекрасно. Прекрасно. Приготовились. Кто быстрее и лучше оденется. Коллекция предоставлена мытищинской городской свалкой. Внимание, поехали! Отлично. Как раз по размеру, Рома. В принципе, красавец. Красавец. Ничего не скажешь. Ты считаешь, что модно, достаточно модно все это? Достаточно модно? То есть до конца одеваться не буду, решила Наташа. Ага. Молодец. Молодец. Как профессионально. Смотрите, как профессионально. Да, это нужно закрепить, я считаю. Повязочку только нужно приподнять, чтобы все было по-честному. По-честному. Не знаю, получится у меня или нет, но тем не менее. Вот. Как идут дела, Ромка? Отлично. Молодец. Потихоньку. Пятерка. Пятерка. Еще в самом начале игры, когда ты меня приобнял, я вспоминаю сейчас. И когда мне показалось это странным, тогда в тот момент. Сегодня я понимаю, что в принципе все нормально. Глядь на тебя сейчас. И вот эта юбка в принципе с этими штанами синего цвета очень гармонирует, мне кажется. Очень гармонирует. Отличное чувство света и света. Наташка, как дела идут? Разобралась, но не во всем. Понимаю. Все, время вышло. Прошу вас, подойдите ко мне. Подойдите ко мне. Это Рома, а это Наташа. Снимайте ваши повязки. Снимай повязочку. Снимай повязочку. Ну что, я считаю, очень мило. Очень мило. Что-то упало у вас, честно говоря. Неизвестно, это снаружи или изнутри. Дорогие друзья, мне кажется, что, конечно же, вот это формальное отношение к одежде нельзя сравнить с тем тонким вкусом, с тем уникальным цветоделением, с тем вкусовым чутьем, которое демонстрирует нам сегодня Роман. Роман, вы случайно не работали никогда в модельном агенции, может быть? Модус Ювентис. Боже мой, сам Ювентис. Прекрасно. Привет ему от меня, Ювентису. А кто это, кстати? Ну, неважно. Одним словом, я считаю, что победил у нас в Супер Игре наш Роман. И я хочу подарить ему от нашего генерального спонсора компьютерную автомашину Зингер. Это тебе. Это тебе. Это от нашей главной фирмы. Они вставили сюда свой системный блок. Работает эта швейная машина с голосом. У меня ты подходишь и говоришь, слышишь ты. А ну-ка, задела ко мне штанов и рубах Версачи штук триста. Быстро. И она все делает. Связь по модему, по факту, нет никаких вопросов. Поздравляю тебя с победой. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы играли, дорогая Наташа. Это было потрясающе. Мы прощаемся с вами. Это была Империя страсти. Пока. Пока. Я ездил нервными к черту и жизнь как скандал. Организм просит спорт, но ты безумно устал. И если дело надоело, больно через ураган. И если дело захотело, прилечь на диван. Я подскажу тебе средства, как морская волна. Включай телевизор и спать за 100 на телекраненном. Империя страсти. Это твоя передача. Империя страсти. Такая большая удача. Империя страсти. Это живая вода. Смотри и участвуй. Смотри и участвуй. Империя страсти. И здесь и всегда. Смотри и участвуй.